Документы в декабре По словам Марукяна, есть определенная надежда, что сторонам удастся достичь полного взаимопонимания на предстоящей встрече глав МИД в Вашингтоне. По информации посла, переговоры министров намечены на январь следующего года и, стало быть, вопрос о подписании мирного соглашения в 2023 году можно считать закрытым. Как отметил Марукян, и Армения, и Азербайджан уже дали свое согласие на встречу. Ереван, по его словам, настроен оптимистично, так как между сторонами постепенно налаживается атмосфера доверия. Крайне важным шагом в этом направлении Марукян назвал состоявшийся 13 декабря обмен военнослужащими. Если ситуация и далее будет развиваться в позитивном ключе, то выйти на подписание мирного соглашения не составит особого труда, считает Марукян. Свою оценку текущему состоянию дел представил и министр иностранных дел Арарат Мирзаян. По словам главы армянского МИДа, основная часть работы над мирным договором проделана. Осталось лишь согласовать итоговые формулировки принципиальных вопросов. Для этого, как отметил Мирзаян, необходимо вернуться за стол переговоров и завершить процесс. Ереван по-прежнему настаивает, что конечный успех диалога зависит прежде всего от азербайджанской стороны. По мнению армянского министра, Азербайджан должен подтвердить свою приверженность к ключевым принципам мирной повестки. И в первую очередь безоговорочно и недвусмысленно признать суверенитет и территориальную целостность Армении. Заявление предельно странное, учитывая, что Баку не раз уже на самом высоком уровне говорил о признании целостности Армении. И делал это максимально однозначно, не давая ни малейшего повода для разночтений. Осталось лишь оформить это признание документально, но ровно то же самое должна сделать и Армения. Если Пашинян утверждает, что принцип взаимного признания суверенитета и территориальной целостности уже согласован, то какие еще подтверждения нужны армянской стороне? Единственным подтверждением может служить только заключение мирного договора, а эта инициатива принадлежит как раз-таки Азербайджану. Именно Баку приглашает Ереван к прямому диалогу, который позволит развеять все сомнения относительно искренности позиций сторон. Армения отказывается вести переговоры без посредников, но при этом требует от Азербайджана неких подтверждений. Словно это не Ереван почти три месяца тянул с ответом на предложение Баку, очевидно злоупотребляя консультациями с этими самыми посредниками. Впрочем, армянская политика традиционно богата парадоксами, и тут уже, наверное, ничего не поделаешь. По словам Арарата Мирзаяна, помимо прочего, Армения обсуждает с Азербайджаном свою идею о зеркальном отводе войск с границы. Министр полагает, что реализация этой идеи поможет предотвратить возможную новую эскалацию. Исходя из каких соображений в Ереване допускают возможность новой эскалации, Мирзаян, к сожалению, не уточнил. Так или иначе, если верить главе Медармении, вопрос зеркального отвода войск находится в повестке текущих дискуссий. Напомню, что эта инициатива впервые была озвучена армянской стороной еще два с половиной года назад. Как известно, Ереван бездоказательно обвиняет Баку в оккупации так называемых суверенных территорий Армении. По логике этого измышления Армении следовало бы настаивать на отводе исключительно азербайджанских войск, поскольку, предлагая зеркальный отвод, Армения тем самым признает, что ее претензии по поводу мнимой оккупации не стоят и выеденного яйца. С чего бы Армении отводить свои войска с территории, которую она считает собственной? В целом, идея Армении носила вынужденный характер и объяснялась отсутствием аргументов в пользу своей версии о принадлежности этой территории. Баку исходит из того, что в отсутствии делимитированной границы у Армении нет никаких оснований утверждать о нарушении своей территориальной целостности. По сути, предложением о зеркальном отводе войск Армения лишь подтвердила отсутствие таких оснований. Азербайджан последовательно выступал против этого предложения, подчеркивая, что внимание сторон должно быть сконцентрировано на переговорах по делимитации границы. Только путем конструктивного диалога возможно устранить все имеющиеся противоречия по пограничной проблематике. Позиция Азербайджана на этот счет неизменна, и потому заявление Мирзаяна об обсуждении вопроса отвода войск вызывает недоумение. За отсутствием деталей остается только надеяться на то, что Ереван не готовит очередной искусственный повод для стагнации мирного процесса. Реальность такова, что Армения пока еще не заслужила доверия в той степени, которая позволила бы с уверенностью исключить подобную вероятность. Редактор субтитров А.Семкин